Добрый вечер! Вы смотрите ТСН Итоги в студии Роман Явныч и в начале главные темы выпуска. Внеплановая остановка. Пассажиры перевернувшегося на трассе автобуса рассказали, как это было. Всем спасибо, бюджет принят. Откуда возьмутся и на что пойдут бюджетные миллиарды? Налетай подешевело. Кому выгодны распродажи и так ли черна черная пятница? С глаз долой, из дома вон. Почему тюменцы при переезде оставляют домашних животных? Новогодним чудом это нельзя назвать только из-за даты. А вообще лишь по счастливой случайности в этой дорожной аварии не оказалось погибших. Сегодня утром на четвертом километре трассы Ишимбердюжи столкнулись рейсовые автобусы «Большегруз». Из-за тумана, как объясняет это сам водитель автобуса «Бишкек-Тюмень», он не заметил фуру, когда выезжал на главную дорогу. В результате пассажирский транспорт опрокинулся на бок, а «Большегруз» съехал в Хювет. Ну еду, смотрю, выезжает автобус. По идее должен остановиться, пропустить. Когда понял, что он меня уже не пропускает, деваться некуда было, принял как можно правее, получил удар и вот улетел. В момент аварии в автобусе было 28 пассажиров. Из них 12 обратились за медицинской помощью, один был госпитализирован. Дети, находившиеся в салоне, травм не получили. Тех, кто не пострадал, доставили на Ишимский автовокзал. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. Всем пострадавшим и всем участникам ДТП оказали всю необходимую помощь. И те, кто уже мог отправиться в Тюмень, их отправили ближайшим автобусом с автовокзала города Ишима. По нашим данным, пассажиры как раз в эти минуты должны приехать в столицу области вечерним рейсом Абадская-Тюмень. Ну и добавлю, что Следственный комитет возбудил уголовное дело. Не знаю, совпадение или нет, но именно сегодня Тюменская область присоединилась к акции «Пристегнись, Россия». На автовокзале сотрудники ГИБДД напомнили пассажирам и водителям о том, как важно следовать правилам. Все междугородние автобусы оснащены ремнями безопасности. Штраф за их неиспользование 500 рублей. И, как показывает практика, пассажиры пристегиваются в большинстве случаев, не говоря уже о водителях автобусов. Однако в ГИБДД подчеркивают, до стопроцентного понимания необходимости использования ремней пока еще далеко. Только с начала этого года уже более 50 тысяч водителей были привлечены за то, что не использовали ремни безопасности при движении. Ремень – это основное средство, которое спасает водителей и пассажиров в случае дорожно-транспортного происшествия. Также более 30 тысяч водителей в этом году оштрафовали за то, что они перевозили детей без специальных удерживающих устройств. К другим темам. Сегодня депутаты городской думы приняли бюджет в Тюмени на ближайшие три года. Особенно неплохо наши финансовые дела будут складываться в 2018-м. Сумма заложена беспрецедентная – более 26,5 миллиардов рублей. Расходы, соответственно, тоже рекордные – почти 27,5 миллиардов. Дефицит, как выразились чиновники, вполне приемлемый. Тратить деньги собираются в основном на развитие образования и дорожно-транспортной сети города. В среднем на эти статьи уйдет по 10 миллиардов рублей. Часть образования, основное увеличение там идет, конечно, в рамках повышения заработной платы работников в бюджетной сфере в рамках указов президента. Ну, по дорогам там, в основном, это инвестиции в дорожное хозяйство. В следующем году собираются начать большую реконструкцию Мельникайте, продолжить работы на Чернышевского и Полевой. Немало денег уйдет на капитальный ремонт магистралей. В целом, образование и дороги съедят львиную долю бюджета – около 70%. Но и по другим программам расходы также вырастут. А вот на малый бизнес в плане пополнения бюджета рассчитывать не стоит. Впрочем, все чаще говорят о его именно социальной составляющей. Ну и у власти есть понимание, что его нужно поддерживать. И налоговые преференции – одна из мер. Часть из них обсудили сегодня депутаты областной думы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам. Кто сможет рассчитывать на дополнительные бонусы в 2018 году, расскажет Владимир Поротников. На жизнь Евгений зарабатывает знаниями. Законопослушный репетитор платит налоги. Правда, не так, как большинство. Он один из первых в области решил воспользоваться патентом. Стоимость индексируется каждый год. Сейчас она дошла до 8. Цена патента не фиксирована. Она зависит от срока пользования документом, от территории ведения бизнеса и вида предпринимательства. И все же ее размер никогда не считался заоблачным, как и, собственно, количество покупателей патентом. За все время существования в регионе этой системы налогообложения ей пользовались не более 600 человек в год. На вопрос, почему федеральная инициатива так тяжело приживается, эксперты в голос говорят, просто ей пока сложно конкурировать с ранее созданными в Тюменской области условиями ведения бизнеса. Здесь самые низкие в стране налоговые ставки для предпринимателей. Учитывая, что мы приняли закон на ближайшие годы 3, у нас здесь упрощенная схема 5%, я думаю, когда этот закон, полномочия закончится, если мы вдруг хотя бы на 1% поднимем по упрощенке с 5 до 6, я думаю, большинство пойдет все же на патентную систему. Но пока власти делают все, чтобы сохранить существующие меры господдержки бизнеса, как малого, так и промышленного. Несмотря на серьезный дефицит в региональной казне, депутаты вновь пролонгировали закон о налоговых льготах. Предприятия, которым в 2017 году мы оказывали налоговые преференции, они показывают еще больший доход и в том числе выплату в обязательные фонды и в местный бюджет. Если сравнить это предприятие, в 2016 году одни поступления были в местный бюджет, в 2017 в 2, а где-то и в 3 раза увеличивается. В качестве подтверждения данные исполнения бюджета за 9 месяцев региону уже удалось заработать на 6 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За 9 месяцев у нас есть префицит, с вами 19 миллиардов рублей. Он будет источником покрытия того дефицита, который мы имеем в четвертом патенте. А это порядка 30 миллиардов рублей. Сумма не маленькая, но эксперты уверены, что смогут решить проблему. И опять же ставка на преференции, которые продолжают стимулировать предпринимателей и инвесторов развивать региональную экономику. Владимир Поротников, Антон Пригорницкий, Тюменское время. Ну а с предпринимателями сегодня бизнес-моделями будущего поделился известный адвокат, телеведущий, бывший детский омбудсмен Павел Астахов. В рамках мастер-класса он коснулся и профессии будущего. Деловым людям это тоже необходимо учитывать. Вообще все прогнозы мировых экономистов сводятся к тому, что постепенно в течение следующих 10-15 лет все больше и больше людей будет высвобождаться. Потому что многие профессии, в частности сервисного характера, то есть обслуживание, будут просто отмирать, они будут не нужны. Вы видите, что все больше и больше роботов приходит на помощь человеку. И есть прогноз, что постепенно будет происходить переспределение капиталов таким образом, что крупные капиталы будут только расти. А люди, ну что называется, простых профессий, они будут высвобождаться. И очень многим, все больше и больше, кстати, от года к году придется жить даже на пособие. Образование не станет гарантированным карьерным лифтом для граждан во всем мире. Его заменит искусственный интеллект. И к таким поворотам предпринимателям-работодателям, производителям товаров и услуг нужно быть готовыми. Ведь тенденции уже отражаются на спросе, предложении и кадровой политике. На встрече говорили и о защите бизнеса от необоснованных проверок, рейдерского захвата, потере денег в информационном пространстве. Вопросы эти хоть и изменились с 90-х, но до сих пор волнуют деловых людей. Это то, что нужно знать каждому предпринимателю на опережение. Знать, что его ждет в ближайшем обозримом будущем. То есть не жить только сегодняшним днем, а прогнозировать возможные риски в будущем. Ну а предприниматели-продавцы подсчитывают прибыль от продаж в так называемую Черную пятницу. Этот праздник покупателя пришел в Россию всего несколько лет назад, но быстро приобрел популярность и даже национальную самобытность. Вместо нескольких дней он кое-где растянулся на неделю и заканчивается только завтра. Интересно, что условия распродаж юридически никак не оформлены. И вот теперь продавцы задумались о правилах игры. А Черная пятница с российским колоритом Лариса Соловьева. Антон хвастается своими приобретениями. Брендовые вещи достались ему с огромной скидкой. Позволить себе куртку за 40 тысяч может не каждый и не часто. Поэтому в поисках не столько марок, сколько качества он снова и снова идет на простору интернета. Я думаю, больше хайпа на самом деле раздули по этим распродажам. Ищущих всегда найдет. Не обязательно даже на каких-то официальных сайтах искать. Можно просто у перекупщиков, у продавцов, которые от себя работают. Распродажи в России набирают обороты, рассказывают маркетологи торговых центров. Еще несколько лет назад продавцов приходилось уговаривать принять участие в той же Черной пятнице. В этот раз 95% арендаторов сами вывесили сейл-ценники. Распродажа – это мощный инструмент для привлечения посетителей. Хороший сейл работает, как хорошая реклама. Она идет по сарафанному радио. Один пришел, купил со скидкой 70%. Рассказал не менее пяти своим коллегам, родственникам, друзьям. Пришли другие люди за этим. В глобальной распродаже 2017 только в интернете поучаствовало 20 миллионов россиян. Впервые черную прибыль считали туроператоры и продавцы недвижимости. Впрочем, не обошлось без скандалов. Это фото облетело все соцсети. В супермаркете продавали пельмени с нулевой скидкой. Случайность или закономерность сказать сложно. Вот они, настоящие российские распродажи. Появились, наверное, вместе с первыми рынками в нашей стране. И хотя прошло уже лет 30, как мы видим, маркетинговый ход живет и здравствует. Как только наша съемочная группа оказалась на вещевом рынке, тут же началась распродажа желания клиента закон и все сразу со скидками. Ведь сегодня человек приходит не только завещан, но и за настроением. А ничто не поднимает его так, как выгодная покупка. И предприниматели готовы подыграть. Распродажа – это как некая игра, то есть некое шоу. Мы не обесцениваем продукт, который у нас там мы создаем, а мы как бы даем, дарим эмоцию к этому дополнительным бонусам. Размер скидки, время акций сегодня определяет сам продавец. Законодатель на этот момент никак не урегулирован. Все остается на совести продавцов, кто осуществляет продажу тех или иных товаров. Поэтому какое-то регулирование процесса распродаж, их добросовестности никто не ведет. Разработать специальный закон о распродажах предложила Минпромторгу Ассоциация компании интернет-торговли. В Россию пятницу завезли в 2013-м. Но наши распродажи на Заморске похожи только названием и сроками, уверяют эксперты. Лукавят как продавцы, так и покупатели. Наживаются на скидках. Возвращают товар через суд в магазин уже по обычной цене. Инициаторы закона хотят прописать правила. Ведь явление есть, а определение нет. Между тем, будущее у распродаж в России великое. Ведь праздники у нас любят. Вот и Черная пятница чисто по-русски затянулась на неделю. Лариса Соловьева, Александр Изосимов. Тюменское время. Кстати, в Черную пятницу отмечается Всемирный день отказа от покупок. Да-да, есть и такой. Хороший повод задуматься, а надо ли нам столько вещей. И, кстати, сделать это можно и сегодня, и завтра, и вплоть до 31 декабря. Впереди традиционные новогодние распродажи. Горячая пора не только для покупателей, но и для представителей криминального мира. Они активизируются, в связи с чем полицейские призывают нас с вами к бдительности. Сегодня правоохранители напомнили тюменцам, как сберечь свое имущество от карманников. Злоумышленники знают, что в эти дни люди ходят по магазинам, как правило, с крупными суммами денег. Поэтому выслеживают невнимательных покупателей. То же самое относится и к автовладельцам, паркующимся у торговых центров. В машинах чаще всего воруют, если имеются в видимом месте, например, на сидениях, сумки, телефоны, на панели машины, мобильные телефоны, навигаторы различных видов, ну и, соответственно, документы, за которые потом в дальнейшем просят вознаграждения. Добавлю, в прошлом году тюменские полицейские приняли более 400 заявлений по факту краж из автотранспорта. Ну что ж, бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Ну а сейчас в студии появилась моя коллега Анна Чеханадская. Добрый вечер. Добрый вечер, Рома. Ну что ж, не менее серьезные темы есть сегодня и в обзоре СМИ. Предлагаю продолжить. Пожалуйста. Добрый вечер. Мальчика спасти не удалось. Он умер на борту самолета санавиацией, который летел из Тобольска в Тюмень. Материалы уголовного дела в отношении пенсионерки направили в прокуратуру, после чего их передадут в суд. 72РУ публикует ТОП-5 самых дорогих улиц, если речь идет о покупке жилья. Рейтинг уходящего года составили аналитики портала Н1. Итак, самая дорогая недвижимость Тюмени в 2017-м продавалась на Симакова. Стоимость квадрата на этой улице составила чуть больше 92 тысяч рублей, в то время как средняя по городу 53 тысячи. Также в рейтинг самых дорогих улиц вошли Герцена, Водопроводная, Комсомольская и Кузнецова. Не самая большая квартира здесь будет стоить от 8 до 11,5 миллионов рублей. Ну, недвижимость в историческом центре традиционно самая дорогая. Кроме того, стоимость квартиры в высоком ценовом сегменте в этом году заметно подросла. Уже в эту субботу, 2 декабря, в Тюмени пройдет турнир по скоростной сборке кубика Рубика. Новость публикует Интерфакс. В турнире по спидку Бенгумена, так зовется это соревнование, смогут принять участие все желающие, независимо от возраста. Состязание пройдет по двум категориям, среди любителей и профессионалов. Турнир бесплатный, необходимо лишь заранее зарегистрироваться. Набавлю, Рома, что умение быстро собирать кубик Рубика развивает интуицию, логику, внимание и пространственное мышление. Знаешь, я вот сейчас вспомнил, что лет так 30 назад я достаточно быстро собирал кубик Рубика, но для этого пришлось выучить целый ряд специальных формул. Без формулы вообще, без математики никуда. Так что, дети, учите математику. Спасибо, Рома. А мы продолжаем. До Нового года остался ровно месяц. Впереди декабрь, и мы едва ли не в каждом выпуске будем подводить те или иные итоги 2017-го. Сегодня у нас побывал заместитель директора департамента АПК Тюменской области Рустам Бетляев. Подробное интервью о тюменских молочных реках. Смотрите в программе «Главная тема» через неделю. Ну а сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент разговора. Как раз молочные итоги года и судьба тысяч коров иностранок, завезенных в область 10 лет назад. Здравствуйте, Рустам Асманович. Здравствуйте. Давайте вначале попробуем подвести, назовем так, молочные итоги уходящего года. Если такая вообще формулировка уместна, конечно. Вполне, вполне. Этот год, он успешный для животноводов, еще не закончился, но по всем признакам мы идем очень неплохо. Растет поголовье коров. Существенно, почти на 7-8% увеличилось производство молока. Реализация и продуктивность молочного стада. Все это в целом позволяет надеяться на то, что и экономические результаты отрасли будут приемлемы. Хотя, я обращаю ваше внимание, что без государственной поддержки исторически это направление, как правило, не может нормально развиваться. И от того, как правильно выстроена эта поддержка, зависит динамика отрасли. Мы видим, что поддержка выстроена достаточно эффективно, будем, конечно, ее совершенствовать, но результаты таковы. Мы растем, увеличиваем, повышаем эффективность. Несколько лет назад были такие очень популярные новости, в том числе и мы во всех выпусках давали, что в Тюмень пришло очередное поголовье молочного стада. Там сколько-то сотен голов туда ушли, столько сотен туда ушли. Какова их судьба? Потому что мы как-то не сопровождаем это все, а периодически в интернетах пишут, вот деньги бюджетные спустили, и сейчас где эти коровы и так далее. Где эти коровы? Не зря ли все это вообще было? Мало того, что они сохранились, ну, знаете, корова это средство производства, она имеет свой производственный цикл. Как правило, она живет три лактации, дальше она уходит вот по назначению на мясокомбинат, либо в другое место. Но за это время она производит четыре теленка или пять, один из которых идет на восстановление этого ушедшего из технологического процесса средства производства. Как это не грустно, мы все не вечны под луной, но мало того, что мы сохранили то поколое, которое завезли, мы еще на 30-40% его увеличили. А учитывая то, какую продукцию даны, сейчас стоит вопрос племенных продаж, раньше этого не было, мы завозили. Сегодня создаем ассоциацию племенного скота, какая форма, еще не знаем, для того, чтобы продвигать продукт племенной скот на рынок, ну, я имею в виду соседние регионы. Появился продукт, который у нас никогда не было. Ничего себе. Племенные нетели. Ничего себе. Да, в достаточно большом количестве. У нас несколько программ очень важных. Первая идет оцифровка всего поголовья в единую базу данных крупного рогатого скота. Мы позволим покупателю посмотреть то, что он покупает продукт с рождения до, условно говоря, прилавка. Такой серьезный, основательный подход. Совершенно верно. Если вы хотите убедиться в качестве нашего племенного молодняка, вот вам информация, вот она как выглядит, вот он родился, вот с таким приростом достиг такой массы, вот он сколько болел или не болел, вы все увидите. Серьезно. Снять опасения покупателя с того, что ему некачественный продукт. Не кота в мешке покупать, он называется. Вот, пока сейчас такая система кота в мешке, она везде присутствует. Мы хотим сделать следующий шаг, на более высокий уровень доверия выйти и уже с продуктом так более серьезно участвовать на рынке. То есть, получается, те сотни голов, которые были завезены 10 лет назад, это были те самые инвестиции в будущее. Совершенно верно. Здорово. Расставили все точки над «и». Рустам Асанович, спасибо вам за содержательную беседу, всего доброго, до свидания, приходите к нам еще. Спасибо вам. Сейчас в департаменте АПК ищут покупателей на племенных телят. Интересна дальнейшая судьба этого проекта. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на Ютьюбе и в группах «Тюменское время» в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. Вернемся в студию после блока новостей из районов области. В ситуации с низкими ценами на зерно выигрыши остаются те предприятия, которые сами его перерабатывают. Хозяйство «Тавдинское земледелие» так поступает с половиной своего урожая. Аграрии ежедневно отправляют в магазины района и Тюмени 3,5 тысячи буханок хлеба, плюс обеспечивают социальные учреждения. Сибирский региональный центр МЧС России определил 8 приоритетных направлений в 2018 году. Одно из них – создание и развитие на территории муниципалитетов службы единой системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Как вести эту работу, специалисты обсудили вместе с главой областного ведомства. Мувацкий огнеборец. Скульптура по таким названиям появилась в районной пожарной части. Прототипом для памятника стал местный пожарный. Долгие годы он проработал в МЧС. Саму скульптуру вырезал из дерева художник из села Алымка Евгений Чеграой. Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие. Коллектив поздравили представителей власти. Шесть преподавателей получили награды за многолетний труд и профессиональное мастерство. Гости оценили и комфорт дома. Сегодня каждая семья живет в отдельном блоке. Сегодня Всемирный день домашних животных. Прекрасный повод вспомнить о тех, кого приручили. И особенно тем, кто оставляет своих питомцев. Подобные истории, увы, нередки сегодня. И вот, что называется, из последнего. В Тюмени из аварийного дома на улице Магнитогорской жильцы переехали в новые квартиры. А вот своих четвероногих друзей по каким-то причинам решили оставить в прошлой жизни. Брошенные кошки и собаки об этом не догадываются, а терпеливо ждут своих хозяев возле старого дома. И подобная ситуация скорее правило, чем исключение. Кошка Машка сидит рядом с пустым домом. Хозяева получили новую квартиру, а Машку с собой решили не брать. Вот она старенькая, ну сколько ей нужно? Будет-то четыре. Соля такая, вот такая. Алла Ланецкая, которая периодически приезжает и подкармливает Машку, тоже когда-то жила в одном из аварийных домов на улице Магнитогорской. Когда ее переселили в новую квартиру, забрала с собой не только своих животных, но и соседских. Собаку, кошку и трех котов. Что делается с людьми, я не знаю. Ну, поехали вы. Ну, все, это твое животное. Ну, позаботься о нем, пристрой его. Фактически, ну, есть семьи, которые забрали, а процентов 60-65 семей не забрали. Вот они нам их и скидали. У соседа Аллы Павла, который ждет расселения, сейчас живут шесть кошек и две собаки. Хотя изначально у мужчины был только один питомец. Павел пытался поговорить с хозяевами брошенных животных, но те отказались забирать своих кошек и собак. Ну, они аргументируют, что они, кошки, не хотят к ним идти. То есть, прямым текстом, не хотят ехать туда. То есть, я подхожу, соседка вот выехала через стенку, кошка бегает на улицу, вот, которую вы сейчас снимали. Вот, она ко мне на руки не идет, но я подкормлю, выхожу ее, подхожу к соседке. Сначала звонил несколько раз, говорю, заверите кошку. Она говорит, она не хочет идти к нам. Чтобы прокормить эту ораву, Павел ежедневно готовит по две кастрюли еды. Плюс к этому выносит блюдце с кормом для таких, как кошка Машка. Некоторые животные обитают на улице рядом с пустыми домами бывших хозяев. Скоро эти бараки снесут, а на их месте появятся новостройки. Куда денутся все брошенные животные, пока не ясно. Если говорить о частных секторах, то там оставляют собак, это, ну, практически всегда, потому что собаку, которая все же живет на цепи, и которой хозяин, пока они живут вместе, особо там не подходит, только там поесть бросит. А с кошками, кошек обычно забирают, ну, всякое тоже бывает. Сейчас благотворительный фонд потеряшки пытается пристроить более 300 животных. Волонтеры обещают помочь кошкам и собакам с улицы Магнитогорской найти новых хозяев. Анна Княжева, Евгений Доценко, Тюменское время. После таких материалов очень хочется обратиться к хозяевам животных с просьбой, люди, будьте людьми. Вообще, поводов быть человеком гораздо больше. В Тюмени стартовала благотворительная акция «Доброе сердце». Городская организация «Дзержинец» призывает тюменцев подарить игрушки детям, которые находятся на лечении в Центре профилактики и борьбы со спидом. Игрушки принимаются и новые, и старые, но в презентабельном виде. Их отправят тем, кто по разным причинам стал носителем ВИЧ-статуса. В числе подарков уже есть плюшевые мишки, альбомы и краски. Акция продлится до 15 декабря. Приносить игрушки нужно нам, к нам сюда, то есть это в Атутино-6, центр «Дзержинец». Здесь отдел по работе с молодой семьей и отдел по работе с волонтерами. Можно обратиться к нам по телефону, номер телефона это 68-41-22. Ответит любой специалист и проконсультирует по поводу акции. Ну и на сегодня у нас все. Спокойной ночи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»